Круглосуточно готов к спасению людей на льду Бердский отряд МЧС. Очередная учебная тренировка состоялась в минувшую пятницу на льду акватории Бердского залива. За слаженными действиями спасателей в случае чрезвычайной ситуации наблюдали наши корреспонденты. Человек провалился в ледяную полынью. Это грозит быстрым переохлаждением организма и другими страшными последствиями. Но на помощь спешат люди в ярко-оранжевых жилетах. Все это эпизоды учений, которые проводит Бердский поисково-спасательный отряд МЧС. Чрезвычайные ситуации могут быть разного характера. В зависимости от толщины льда, места расположения майны, в которой оказался человек и многих других факторов. Соответственно, МЧСовцы отрабатывают различные варианты спасения людей на льду. Сегодня в ледяной воде статист, член поисково-спасательного отряда, одетый в специальный гидрокостюм. Как проруби-то? В гидрокостюме тепло. Без гидрокостюмов, ну ладно. А вот в случае, если подобная ситуация произошла в реальности, то спасатели рекомендуют в первую очередь не поддаваться панике. Попытаться привлечь чье-то внимание, позвав на помощь. Если поблизости все-таки никого не оказалось, надо пытаться побыстрее выбраться на лед. Если вы провалились, то выбираться нужно в ту сторону, из которой вы пришли. То есть цепляться за лед, сначала он, соответственно, будет ломаться, затем постепенно выбраться. Ну и максимально в какое-то теплое место, потому что в условиях отрицательной температуры очень быстро приступает переохлаждение. Поэтому лучше, конечно, вызвать скорую помощь, ну, соответственно, спасателей. Такие тренировочные учения Бердский поисково-спасательный отряд проводит постоянно. Как говорят сами спасатели, это необходимо, чтобы в условиях реальной чрезвычайной ситуации все действия были доведены до автоматизма. Цель занятий достигнута. Такие тренировочные занятия мы проводим регулярно во время паводка и во время остановления льда. За счет того, что мы проводим регулярное патрулирование, регулярные беседы и рейды с рыбаками, которые находятся на льду, пока, в общем-то, происшествия не произошло. Сразу, по окончании учебных тренировок, дежурная группа спасателей отправляется в профилактический рейд по местам пребывания рыбаков на льду. Мотолодка подходит к группе людей, следящих за поплавками в лунках. Мы вот и держимся кучкой, чтобы не проваливаться. Да, в основном по берегу. Не боитесь, не боитесь, не боитесь. Спасатели обращают внимание на то, что хоть толщина льда сегодня и допустимая, ни у кого из рыбаков нет спасательного жилета. Толщина льда больше 20 сантиметров, поэтому, в принципе, лед считается надежным. Хотя, всегда рекомендуем, чтобы все-таки при выходе на лед люди одевали спасательный жилет, заряженный телефон. Опять же, нужно сказать друзьям, родственникам, в какое место, в какой район пошел, что если что-то случилось, то, по крайней мере, нам могли сообщить, что мы обозначили, ну, могли максимально быстро прибыть в этот район. Рейд завершился без эксцессов. Но спасатели еще раз призвали берчан соблюдать меры предосторожности, выходя на лед. Ведь они, в отличие от представителей других профессий, очень рады, когда для них нет работы. Субтитры создавал DimaTorzok